Скелет присмыкающихся состоит из позвоночника, черепа, скелетов конечностей и их поясов. Позвоночник ящерицы состоит из четырех отделов. В шейном отделе ящерицы восемь позвонков. Особенность этого отдела – образование сустава между позвоночным столбом и черепом. Первый шейный позвонок представляет собой костное кольцо, разделенное связкой на два отверстия. Через одно проходит спиной мозг, в другое заходит зубовидный отросток второго шейного позвонка, вокруг которого вращается первый позвонок. Эта особенность шейного отдела позвоночника обеспечивает большую подвижность головы. Пояснично-грудной отдел у ящерицы состоит из 22 позвонков. Все они несут ребра, однако только ребра, присоединенные к пяти первым позвонкам, соединены с грудиной. Таким образом возникает настоящая грудная клетка, свойственная большинству присмыкающихся, за исключением змей. Крестцовый отдел состоит из двух позвонков, к поперечным отросткам, которых прикрепляется пояс задних конечностей. Хвостовой отдел включает несколько десятков позвонков. Особенность строения черепа у присмыкающихся – почти полное окостенение скелета головы. Плечевой и тазовый пояса, а также скелет конечностей не имеют принципиальных отличий от таковых у амфибий. Конечности расположены по бокам тела так, что бедро параллельно поверхности земли и перпендикулярно голени. Это делает походку рептилии весьма своеобразной. Тело их невысоко приподнято над землей, и брюхо волочится по земле. У змей и безногих ящериц конечности не развиваются, они передвигаются ползком. Полушария большого мозга крупнее, чем у амфибий. Они имеют кору из серого мозгового вещества. Однако кора еще очень тонка, и извилины на ней отсутствуют. Мозжечок сильно развит. Продолговатый мозг образует в вертикальной плоскости выраженный изгиб, что характерно для всех высших позвоночных. Нервная деятельность развита сильнее, чем у амфибий. С этим связано более сложное поведение рептилий. Они обладают не только врожденными рефлексами и инстинктами, но способны также к формированию условных рефлексов. Кровеносная система в связи с наземным образом жизни и связанным с ним легочным дыханием отличается более полным разделением артериального и венозного кругов кровообращения. Благодаря этому головной отдел тела получает чисто артериальную кровь, богатую кислородом. Сердце у большинства рептилий трехмерное, перегородка между предсердиями всегда полная, у крокодилов, например, неполная перегородка есть и в желудочке. Эти особенности строения обеспечивают поступление к органам крови более насыщенной кислородом, чем у земноводных. Рептилии дышат только легкими. Форма легких, как и у амфибий, мешковидная. Однако внутри полость легкого разделена сложной сетью перегородок на множество мелких ячеек, значительно увеличивающих поверхность газообмена. У многих ящериц задняя часть легких не поделена на ячейки, а вытянута в виде тонкостенных пальцевидных выростов. Это легочные мешки, газообмен в них не происходит. Для всех рептилий характерно следующее строение дыхательных путей. От гортани отходит длинная трахея, которая делится на два бронха, идущие в легкие. Почти все присмыкающиеся хищники. Объектами их питания в зависимости от размера самого животного могут быть теленистоногие, моллюски, рыбы, амфибии, мелкие млекопитающие и птицы. Крупные хищники, крокодилы, подстерегают даже копытных. Такие рептилии, как змеи и ящерицы, глотают жертву целиком. Крокодилы отрывают кусок добычи и заглатывают его, не пережевывая. Ротовая полость у рептилий отграничена от глотки. На дне ротовой полости располагается подвижный мускулистый язык. Форма языка различна и зависит от характера пищи и способа ее добывания. Например, у змей и многих ящериц язык тонкий и длинный, а у хамелеонов с расширением на конце для ловли насекомых. Зубы имеются у большинства рептилий. Они прирастают к краям челюстей. У ядовитых змей несколько передних зубов более крупные. Они имеют бороздки или каналы, по которым стекает яд. В остальном строение пищеварительной системы сходно с земноводными. Выделительная система взрослых рептилий представлена тазовыми почками. Мочеточники впадают в клоаку со спиной стороны, так как у крокодилов, змей и некоторых ящериц мочевой пузырь недоразвит.